МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подошли к завершению восьмые спортивные игры народов Республики Саха-Якутия. Страсти, которые разворачивались на протяжении шести дней, зрители и болельщики запомнят надолго. В первый же день фавориты прошлых лет женская команда по волейболу Амгинского Улуса потерпела поражение в схватке с командой Якутска и, что еще более обидно, проиграла дебютанту игр Татинскому Улусу. Хотя татинцы дальше этой победы не продвинулись. Настоящая драма, правда, со счастливым концом, разыгралась в легкой атлетике. Звезда забегов на длинные дистанции Артур Бурцев получил тепловой удар и был дисквалифицирован в забеге на 10 километров. Но забег на 5 километров все же принес ему золотую медаль. Конечно, хотелось порадовать не только себя, но и зрителей, и семью вот этой медалью. Поэтому сегодня я выходил на старт. Но если не за первое место, то хотя бы в призы. Ну, реабилитироваться, можно сказать, за вчерашнее. И отчасти, наверное, доказать себе. Рекорд по прыжкам в длину поставил спортсмен из Мегина-Кангаласского района Игорь Скрябин, прыгнув на 7 метров 40 сантиметров. Усть-Алданский гиревик Руслан Лугинов принес долгожданную победу своей команде в силовом спорте, чего не случалось последние 20 лет. В стритболе среди мужчин дебютанты из Намского Улуса завоевали золото, обыграв фаворитов в команду из Мерингре. Ну, во-первых, мы очень рады, потому что для нас это первое соревнование. Во-вторых, пришли все спортсмены нас поддержать. Это очень приятно. И нам очень приятно выигрывать для них. Соперники хорошего уровня, соревнования тоже высокого уровня. Очень тяжело играть из-за погодных условий, но как бы все справляются. А вот команде действующего чемпиона республики, несмотря на приглашенного трехкратного чемпиона России по стритболу Михаила Гюнтера, досталась только бронза. В женском стритболе сенсацией закончился матч между командами Российского союза студентов и города Мирного. Со счетом 8-7 неопытные студенты обыграли одну из сильнейших команд по баскетболу 3 на 3. Немалые усилия приложили спортсмены во время финального забега на 3 километра в рамках многоборья ГТО. Лидировавшего почти все круги Николая Латышева из Хангаласского улуса на последних секундах резко начал обгонять Григорий Мальцев из Вилюйска. И, видимо, приложил столько много усилий, что преодолев финишную черту, рухнул без сил и частично потерял сознание. Ну, я вот 6-7 кругов лидировал, он держался за мной, но это, получается, тактическая борьба. Тоже за спиной сидеть легче, у ликотлета ветер не дует, поэтому спереди ходить тоже труднее, бежать. Поэтому, ну, трудно было, но я старался. И на последней 100-метровке он выиграл меня. Слезы радости и разочарования настигали тех, кто сейчас находится за моей спиной. Но в любом случае, каждый участник восьмых спортивных игр народов Республики Саха-Якутия заслуживает своей минуты славы. И я, Ирина Кичигина, стала свидетелем этих событий. На восьмых спортивных играх народов Якутии работали более ста журналистов. Крупные издания, устные медиа освещали соревнования на всех интернет-площадках. Вся Республика следила за играми в прямом эфире национальной вещательной компании Саха. Под жарким пеплом солнца, в ураган и в ливень, ежедневные прямые трансляции, включения, утренние выпуски и дневники по всей Якутии, телевизионную картинку и радиоканал передала национальная вещательная компания Саха в количестве 110 сотрудников. Подготовка к играм началась сразу после амгинских игр. Сотрудники телевидения не раз выезжали на осмотр объекта в Гусь-Алдан. Тогда некоторые спортивные объекты еще строились. За это время проведена большая работа с подрядчиками. На прямых трансляциях работало порядка 75 человек. Это включает техническую дирекцию, творческих сотрудников. Выехало у нас три передвижных телестанции. С переездами у нас было охвачено несколько локаций, несколько объектов. Мы постарались охватить максимальное количество в рамках своих возможностей видов спорта. Все работали с отдачей. И в условиях стихии, обрушившиеся на нас буквально два раза, я считаю, испытывало нас на прочность. Но в итоге мы справились и наша команда отработала на отлично. Творческая группа «Радиовещание» в составе 10 человек с раннего утра до поздней ночи освещала игры. Опытные журналисты каждый час делали прямые включения с места событий. Озвучивали самые свежие результаты соревнований. Все наши коллеги очень опытные, в числе них спортивные журналисты, как Василий Посельский, Николай Бестинов. Ну и мы обычные журналисты, которые у себя дома делали очерки, небольшие репортажи о трудовых подвигах Якутии. А сегодня мы все превратились в спортивных журналистов. Я думаю, что эти игры навсегда останутся в нашей творческой памяти и дадут большой импульс нашей дальнейшей творческой работе. На протяжении спортивных игр передвижная телевизионная станция, корреспонденты, операторы, режиссеры и редакторы работали, не покладая рук, показывая яркие моменты и упорную борьбу вместе с участниками, переживая радость побед и горечь поражений. Дайя Барашкова, Джул Сталин Акентеев. Упорный труд вознаграждается хорошими результатами и, конечно же, победами с золотыми медалями. Стадион Майя Аптаберт Хара был благосклонен участникам адаптивного вида спорта. Василий Аленов и его подопечные на этих играх выиграли 12 золотых медалей. Виктор Евсеев из Амги является двукратным призером Кубка России по толканию ядра. До этого занимался пауэрлифтингом, но травма спины вынудила его перейти на другой вид спорта. А на толкание ядра привела двоюродная сестра Виктория, четырехкратная чемпионка России. На играх в барагонцах брат и сестра получили золотые медали. Конечно же, я улучшил свой результат на целых один метр. В отборочных соревнованиях я занял четвертое место. Потом, ну, бесперерывно тренировался. И вот итог, первое место. Ну, словами не описать, но это итог всей работы, как говорится. Адаптивная лёгкая атлетика в программу «Игр народов» вошла в 2019 году в Амге. С тех пор эта дисциплина даёт большой толчок для развития адаптивного спорта и расширяет границы. Василий Аленов является основателем и двигателем лёгкой атлетики среди людей с ограниченными возможностями. Вот уже девятый год он тренирует желающих. И, к слову, многие из них успешно выступают на российской арене. Уже были заинтересованы улусов, вплоть до уровня главы района. И все начинали искать людей с инвалидностью, тренировать их на местах. И это дало очень масштабное расширение в плане того, что люди начали тренироваться не только в городе Якутске, но и на районах. Итого у нас на отборочном чемпионате республики участвовало 247 спортсменов. Это если к сравнению взять, когда я впервые проводил лёгкую атлетику по адаптивным видам, в 2014 году у нас приняло участие 14 человек. Это разница 7-8 лет и это очень большой успех. В барагонцах разыграно 26 комплектов медалей. Старт республиканского масштаба важен для социализации людей с инвалидностью. Легкоатлеты приносят медали и зачетные очки своему улусу. Василий Аленов стал самым результативным тренером этих игр. Да, шея начинает уже уставать, можно сказать. Уже интервью у нас идет более где-то к 10 минутам, да, подходит. И вчера, когда после награждения Сергей Шарин провел для меня маленькую фотосессию, ему большое спасибо. И в это время шея реально устала. Потом мне уже в Инстаграм, когда все выложили, люди начали писать, что здесь Майкл Фелпс на минималках. По итогам спортивных игр команда Нюрбинского улуса заняла первое место. Чуропча вторая, бронза, у мегинцев. Восьмые игры народов Якутии проходят в Алла-Семюрю, который считается самым большим в мире. Но не только место проведения делает эти игры уникальными. Прежде всего, это участники, которые подарили нам незабываемые эмоции. Возраст не помеха. Спортсменка из команды Сунтарского района яркий тому пример. В свои 72 года Елизавета Матвеева может похвастаться немалыми успехами в настольном теннисе. Я родом из Сунтарского района. На самом деле в настольном теннисе нет возрастных ограничений. Здесь играют участники разного возраста, потому что все соревнуются на равных условиях. Не страшно выступать с молодыми спортсменками? Я играю без страха. И, разумеется, главным местом событий восьмых спортивных игр народов Якутии стал стадион Майагата Бертхара, которому ни почем даже погодные условия. Действительно, спортивный стадион стал самым обсуждаемым местом последних нескольких дней. Здесь состоялись и долгожданные концерты, церемонии открытия и закрытия игр, а также соревнования по многим дисциплинам. Учитывая, что Усть-Алданский район во второй раз принимает республиканскую спартакиаду, тут прошла серьезная подготовка. Ну, мы как раз стоим. Бетонированная площадка – это территория прежнего стадиона. Я хочу отметить, что 96-й и 2022-й – это наглядные примеры, как у нас меняется жизнь. В 96-м здесь была построена просто деревянная трибуна. И даже футбол шел просто на земле, в волейбол играли также на открытом воздухе. То есть все соревнования проходили именно здесь. И вот этот деревянный помост снесли и построен новый стадион. Впоследствии стадион Маяхата Бертхара принял открытие спортивных соревнований, на котором была отмечена самая малочисленная делегация. В честь Алаховского района представляла Екатерина Стрюкова, которая участвовала в дисциплинах по легкой атлетике. Результатами чуть… ну, довольно. Ну, отборочно было трудно, но вот соревнования улучшила свои результаты. На 100-метровке стало 11-е место, а вот на 200-метров вчера 9-е место. Ну, к сожалению, я одна. Они не успели купить билеты в отборочных турах. Вот, например, теннис. Билетов не было, вот поэтому я оказалась одна. Ну, и спортсменов у нас, к сожалению, мало. И молодежи тоже. Ну, а самыми яркими и запоминающимися стали соревнования по фитнес-аэробике. Бросские костюмы и изящные движения девушки покорили немало сердец. Артистизм, техника. Самое главное в дисциплине аэробика – это техника, использование площадки. Так как специфика вида спорта – это высокоударная аэробика, будем следить за фазой полета, так у нас называется. И, ну, естественно, общий вид команды имеет большое значение. Такими были эти спортивные игры. Пусть и не все в этот раз поднялись на пьедестал, и немногие получили желанную награду, но все до единого надолго сохранят в своей памяти те эмоции, которые рождает спорт. Успех спортсмена на соревнованиях зависит от его тренировок, от его подготовки и от его настроя. И, конечно же, немаловажную роль здесь играет судейство. Оно должно быть профессиональным, квалифицированным и непредвзятым. Именно такие люди работают в судейских бригадах на восьмых спортивных играх народов республики Саха-Якутия. Объективное и честное судейство на играх у Сталдания обеспечивают 340 человек. Из них 278 – это спортивные судьи. Прежде чем стать судьей на соревнованиях такого уровня, они проходят, так же как и спортсмены, отбор. Судят отборочные и квалификационные соревнования. Мы пригласили по шести видам спорта судей из других регионов Российской Федерации, которые приехали и провели мастер-классы, семинары для наших судей, для улучшения качества судейства. Это тоже мы считаем, что будет определенным этапом развития спортивного судейства республики. Методическую и практическую помощь нашим судьям – это аэробика, бокс, спортинг, булевая стрельба, мини-футбол и баскетбол 3х3. Дмитрий Романенков, приглашенный судья соревнований по спортингу, давно знаком и с нашими спортсменами, и с нашими судьями. И высоко оценивает квалификацию якутских коллег. Впервые мы работали в 2011 году на чемпионате России по спортингу. В прошлом году я приезжал, судили у вас чемпионат республики по спортинг-дуплетной стрельбе. И сегодня вот в третий раз мы судили соревнования по спортинг-компакту. У вас есть костяк очень грамотных, молодых, перспективных судей, которых, я думаю, что в перспективе мы будем приглашать на всероссийские соревнования в другие регионы. На прошедших соревнованиях у нас не было ни одного протеста. Я бы сказал, что судьи отработали не просто на отлично, а на 5+. Миниатюрная, хрупкая на вид Виктория Барашкова уже 7 лет судит суровых мужчин. Ведь ее вид спорта – это борьба. Не важно, мужчина ты или женщина, если ты спортивный судья, то должен обладать тремя главными качествами. Объективность, честность и уверенность. Я единственная, как вы видите, и, конечно, к женщине более-менее относится более куманно, что ли, или как. Поэтому у меня большой плюс есть на самом деле. Но и в целом мы судим на равных. Одни правила, нет лишних других правил насчет женской судей. По результатам соревнований спортсмены получают медали, а судьи в награду получают богатый опыт и поднимают престижные публики на российских и мировых спортивных площадках. В Играх народов Якутии в Усалданском Улусе принимают участие 40 команд. В основном это улусные районные делегации, но есть и сборные, например, СВФУ, АГАТУ и Российского студенческого спортивного союза. В любом случае, каждая команда заранее готовит дизайн своей спортивной формы. Во-первых, она должна быть удобной и функциональной. Во-вторых, выгодно отличаться на фоне других. Разнообразие спортивных форум можно было увидеть на церемонии открытия игр во время парада команд. Если внимательно посмотреть, то можно заметить, что чаще всего мелькает синий цвет и его оттенки. Также очень популярен белый, но он скорее используется как элемент и не является основным цветом формы. Исключение – команда Кобяйского улуса, которая единственная, полностью облачилась в белоснежные костюмы. В белой форме они сразу выделяются среди других. Приятно выделяются формы спортсменов Татинского и Нюрбинского улусов. Первые использовали салатовый и черный цвета, вторые – зеленый и золотистый. Нюрбинский улус – это как бы сочетается с зеленым, потому что у нас природа красивая, река Вилюй. И вот с оттенком еще золота мы еще добавили, с темно-зеленым. И как восприняла команда, что говорят о форме? Ну, ребята, спортсмены, руководство довольны. Ну, остается выступить достойно и бороться до конца. А ранее на других больших спортивных мероприятиях какого цвета у вас были формы? У нас в прошлом году на играх Мончара было темно-синого цвета. А на амбинских играх у нас была фирма «Форвард». Фирма «Форвард» была с оттенком белого, темно-синего. Стильно выглядит форма вилюйской сборной. Основной цвет темно-синий, но при этом плечи обрамляют желтый и светло-синий цвета. Цвета подбирали для герба нашего улуса. Это получается желтый с переходом на синий. Всегда подбираем под цвет нашего флага, нашего вилюйского улуса. Очень патриотично смотрятся формы, на которых крупно изображены флаги районов. Например, у Мигина-Кангаласской и Хангаласской команд. От своей формы в восторге обладательница первой золотой медали по новому виду спорта на играх в спортивной ходьбе Сардана Калитина из Хангаласского улуса. Мне очень понравилось. Нам выдали форму костюм, шапку и кроссовки. Мне особенно футболка и верх понравились. А штаны тоже чуть-чуть большие оказались. Наша форма лучшая. В целом стандартная комплектация формы на одного спортсмена состоит из футболки, штанов, ветровки и головного убора. Некоторые команды заменяют бейсболки на панамы. Какие-то команды выдают дополнительно спортивные сумки, кроссовки, шорты. Все зависит от бюджета. В среднем стоимость одного спортивного комплекта от 10 и более тысяч рублей. Виолетта Засимова, Артем Алексеев, Усалданский Улус. Культурная программа восьмых спортивных игр была максимально разнообразна. В общей сложности было проведено 100 мероприятий, начиная с церемонии встречи гостей. Главные события любых культурных программ – это церемонии открытия и закрытия. Массовые танцевальные номера, воздушные гимнасты, акробаты, театрализованное представление, синхронность и четкость. На красочном шоу открытия игр приняли участие более 2,5 тысяч человек. И стар, и млад своим участием доказали, что усть-алданцы ждали эти игры. Восьмые игры подарили жителям Улуса новый стадион Майагатта Бертхара и четырехметровый памятник ему. А центральная площадь барагонцев теперь носит название Легой Тайона, где главным украшением площади является, конечно же, памятник прозорливому и мудрому руководителю барагонцев. Улуса крупному политику Легою. Сидящий, смотрящий вдаль, спокойно, думчиво, а в руках держит посох, тем более символ власти с улгонскими волосами. И наше тотемное животное, ну, всех ягутов, ну и отдельно у солданского Улуса, это, конечно же, белая лошадь. Особенно жители порадовало открытие здания историко-краеведческого музея имени Сехен Арджакев. Раньше у нас было деревянное здание, всего 236 квадратов. И сейчас при поддержке районного, главы района нашего, Алексея Васильевича Педотова, отремонтировали старые здания аптеки. По количеству выставок и фотовыставок эти игры, пожалуй, могут войти в историю. Особый интерес гостей вызвала выставка «Деревня мастеров», где можно не просто ознакомиться с творчеством, но и пройти мастер-класс у профессионалов. Работу международного конкурса скульптур «Колыбель Аланхо» теперь стали еще одним местом отдыха селян. А сам конкурс собрал восемь мастеров резьбы по дереву. Победителем был назван участник из Московской области Владимир Алманов. Каждый день жители и гости своими концертами радовали звезды якутской эстрады. Но самым ожидаемым, конечно же, являлся концерт звезд российской эстрады Федука и Джак Калиба. Богатая культурная программа надолго запомнится гостям восьмых спортивных игр народов Якутии. Как известно, Нербинский улус один из самых спортивных в нашей республике. К примеру, в селе Антоновка располагается спортивная школа, где из детей делают будущих олимпийских чемпионов. И это без преувеличения. Ведь Нюрбинскую школу бокса по праву считают родоначальницей развития этого вида спорта в Якутии. Занимаются им не так давно, всего 60 лет с хвостиком. Но даже за это время Нюрба вырастила несколько поколений мастеров, прославивших Якутию во всем мире. На крупных соревнованиях нюрбинцы всегда на передовых. И в этот раз в Брагонцах представлен солидный состав. Готовились спортсмены задолго до игр. Не только усердно тренировались, но и разрабатывали и заказывали форму. Так на церемонии открытия костюмы нюрбинцев заметно отличались от других. Их сочетается с зеленым, потому что у нас природа красивая, река Вилюй. И вот с оттенком еще золота мы еще добавили. С темно-зеленым. А ранее на других больших спортивных мероприятиях какого цвета у вас были формы? У нас в прошлом году на играх Мончара было темно-синего цвета. А на амгинских играх у нас была фирма «Форвард». Фирма «Форвард» была с оттенком белого, темно-синего. С нюрбинский улус отличился и по итогам самих соревнований «Спартакиады». Я сейчас выиграл, оппонент был нормальным. Тоже подготовился. Плохо ему не сказать-то. У нас три по три. Три раунда, три минуты там. В соревновательных моментах никак не обойтись без зрителей. Так специально из Нюрбы на игры приехали и болельщики. Чувствуем себя как на ринге. И болеем за всех сил. Даже голос порвался. Следующие игры народов Якутии, как уже известно, пройдут в 2027 году в Нюрбе. За право принять спортивные игры народов Якутии боролись шесть муниципальных образований республики. В итоге путем тайного голосования выиграл Нюрбинский район. Он опередил главного конкурента хангаласский улус всего на один голос. Подготовку мы начали уже с прошлого года. Сегодня строится школа. В планах имеется строительство в трех спортивных залах в ближайших наследиях. Это Кандианинский наслед, Селинский наслед и село Чапанда. Сегодня строится школа в село Чапанда. В прошлом году ввели здание детского сада на 400 мест. Требования кандидату, принимающему спортивные игры, были очень высокими. Так обязательны наличие исторического обоснования, то есть юбилейные даты, спортивная история улуса, развитой транспортной инфраструктуры, спортивных объектов, объектов для комфортного размещения и питания участников, организаторов и гостей спортивного мероприятия. Всех жителей республики Саха-Якутия превращаем на девятые спортивные игры народов республики Саха в Нюрбинском районе. История Нюрбы началась с истории одного сильного человека. На протяжении веков она воспитывала славных сынов земли Саха. И пришло время для нового поколения показать себя. Спорт показывает нашу способность идти навстречу друг другу. Не к разрушению, а к сочетанию и улыбке. По-спорт, ты собираешь молодость на будущее, на будущее, на будущее под твоим миром знакомств. Саха-Якутия Саха-Якутия Добрый день! Смотрите, какая новая красивая дорога! По ней можно удобно доехать из Якутия в мою родную Нюрбу. Говорят, через нашу реку Вилюй будет огромный мост и до дома станет добираться очень быстро. Вот и моя Нюрба. Она стала такая большая и красивая. Мы ее очень любим. Моя школа. У нас просторные классы и вкусная столовая. А это школа моего брата. Наш новый детский сад. Туда будет ходить моя сестренка. Недавно нам построили такой интересный парк. Мы с мамой любим там гулять с коляской. Пока сестренка спит, моя мама пьет чай, а я играю в баскетбол. У нас в городе две больницы. В одной работает моя мама. Там столько разных приспособлений. Моя мама часто рассказывает, что благодаря им они спасают людей. Мне очень нравится, что наш город у реки. Летом мы там любим играть и купаться. Иногда снимаем видео и загружаем его в ТикТок. Потому что у нас очень хороший интернет. Рядом с нашей школой стоит гостиница, куда часто приезжают гости из столицы. Знаете, иногда я сам удивляюсь, сколько всего у нас в городе. Наше священное место в каталактах, где проводят спортивные соревнования во время праздника. Здесь вмещается вся нюрба. Вот наш спортивный зал. Тут мы играем в волейбол, а сам я больше люблю играть в пинг-понг. Вот тут у нас спортивная школа Олимп. Здесь мой брат играет в баскетбол. А тут многие мои друзья занимаются борьбой. Это очень крутой спортивный центр в селе Антоновка. Я очень люблю проходить сюда и смотреть на местные соревнования. О, вот это очень крутой зал. Мой папа приезжает сюда тренировать молодых ребят. Мне рассказали, что в нюрбе нам построят еще один новый крутой спортивный центр, куда будут приезжать ребята со всех близких нам вузов. И они будут танцевать в брейк-данс, кататься на скейтах и даже заниматься скалолазанием. Папа говорит, что еще там будет много других секций. И если хорошо тренироваться, можно попасть на Олимпийские игры. А рядом даже будет бассейн. Круто, да? Через пять лет я и мои друзья хотим стать лучшими спортсменами нашей республики. И мы сможем участвовать в девятых спортивных играх народов Якутии. Я надеюсь, что его проведут в моей нюрбе, в городе, который живет спортом.